Друзья, всем привет! Я сейчас смотрю в окно, гляньте какой пар. Надеюсь, камера захватывает. Я нахожусь в больнице, сейчас вам все расскажу. Я с утра наблюдаю, там знаете, какие-то такие выхлопы были. А это вообще парит, парит. И я испугалась, думаю, а чего будет, если вдруг... У нас тут отопление отключится. Сегодня ночью было прохладно, прям прохладно. Так, ставлю камеру. Снимаем одним дублем, друзья, так что не обессудьте. Я знаю, что многие ждут от меня рассказа, как мы очутились в больнице. Сейчас я присяду. Я пользуюсь возможностью, пока у нас здесь в палате никого нет. У моего сына, да, у него перелом берцовой кости, большой берцовой кости. Это икра. Вторая, в смысле, нижняя часть икры, нижняя половина. Они катались на горке. В общем, получилось так, что как-то так вот вышло. Что у него, то ли он с нее спрыгнул, то ли... Ну, в общем, ладно, подробностей не нужно. В общем, звонит мне домой со школы и говорят, что у вашего сына что-то с ногой. Я слышу его крики через телефон. А у меня в это время, ну, я вся была такая занятая, у меня катилась коза, Маня, двух козлят принесла перед этим. А катилась еще одна коза. В общем, мы с мужем там бегаем, все в козлятах. Вот, но я же не знаю, что случилось. Я... Мы садимся срочно в машину. Можно сказать, что я вот в чем была, на базу куртка там, на вот эту белую куртку на себя накинула. И поехали мы в школу. В сапогах вот в этих, я их, правда, чуть-чуть ополоснула, в которых, ну, по двору хожу. Вот, приезжаем мы в школу и смотрим, что сидит там в фойе. Тимур вокруг него кричит. Представляете, кричит, прям вот крик-криком кричит. С ногой, с ногой. Ему разрезали штанины. Вызвали фельдшера за это время. Ему сделали укол. Анальгинчик уже вызвали скорую. Ну и все, тут пришел мой муж. Стащил с него вот этот ботинок с этой ноги кое-как. Он так кричал. Вы себе представляете. Представьте, какое было мое состояние, да? Когда вот это вот вы все, все, все видишь. Приехала скорая, загрузили нас, сделали ему шину на ногу. Вот. И, в общем, привезли сразу в приемный покой районной больницы. У нас там 8 километров. В общем, где-то это было, пока мы ждали, пока туда-сюда, около часа, пока скорая приехала. Они так долго не ехали, потом перезванивали. Привезли туда, посадили его на коляску. Вот. Я с ним была. Муж мой приехал на машине. Привез мне сумку, документы. То есть я думала, что там нам сделают рентген. Его тут же сделали. Обнаружила, что у него в нижней половине вот этой икры его перелом. Вот так вот наискосок, короче говоря, вот эта тонкая кость целая, а толстая, большая, берцовая. В общем, у него перелом вот так вот наискосок. Ну, вот так вот. Вот так вот, короче говоря, вот так вот наискосок. И чуть-чуть смещения. Спустился хирург и сразу сказал, что с такими переломами, тем более это ребенок, в общем, нам на город. Тут же вызывают скорую. То есть я вообще никуда, естественно. Я с ним. И нас два часа везут сюда, в Волгоград. Привезли в Волгоград с медсестрой, со всеми делами. Оставили нас в приемном покое. Там народу полно было, кроме нас. Представляете, посадили его на коляске. Ну и все. Взяли данные. У меня был с собой полис, паспорт. И сидим. У него обезболивающее начало, естественно, заканчиваться. Потому что вот все это время, ну, где-то часов пять, наверное, прошло. Четыре-пять часов. Вот. Никто ничего. Он сидит уже ревет на этой коляске. Потому что больно. Представляете, он с переломом ноги сидит. Мы просидели в приемном покое, наверное, больше часа. Я подхожу в регистратуру. Говорю, ну, вы что-то сделаете. Они говорят, мы эти уколы типа того не делаем. А врач на операции. Травматолог. Я говорю, ну, подождите, как такое может быть? В общем, говорю, ну, то зовите тогда кого-нибудь с отделения. Какую-нибудь медсестру. Ну, хотя бы пока обезболивающее сделать. Ну, вы представляете мое состояние? Вот такая два раза подходила к регистратуре. В общем, меня от винта. Пока я уже не взбеленилась. Я говорю, я сейчас вам тут такой раскардаш устрою. Я говорю, я сейчас вот это вот все наснимаю, говорю, и в сеть выложу. Как вы, мы сидим, говорю, с переломом, с ребенком, десятилетним. У вас в приемном покое, говорю, уже больше часа. И нам не оказана никакая помощь. Ну, и все. Медсестра говорит, ну, да, говорит, вы все, говорит, много вас таких, которые любят поснимать типа и куда-то выложить. Ну, и тут, в общем, спускается. Получилось так, что спускается с отделения врач. И говорит, вы что тут устроили? Я говорю, ну, как, в общем-то, вот тарам-парам. Вот, и нас заводит в приемный покой, я с ним заезжаю. Он смотрит на снимок и говорит, что его, Тимура, нужно ложить на вытяжку. То есть тут же, прям тут же, говорит, вы с ним остаетесь. Ну, естественно, я к этому ни к чему не была готова. А я взяла ключи от квартиры. Вообще, муж мне привез ключи от квартиры. Я думала, что когда мы сюда приедем, нам наложат гипс. Ну, вот, либо мы как-то уедем, либо я никак не ожидала, естественно, что его положат на вытяжку, понимаете? Что мы должны будем остаться в больнице. Вот, и, в общем, Тимур еще сидел, меня успокаиваю. Я в рев, понимаю, что... Ну, я понимаю, как бы, что расстраивать не надо ребенка, в первую очередь. Но я не могу удержаться. В общем, у меня вот слезы с самой крадом катятся. Он меня еще и успокаивает. Мам говорит, да не переживай, в общем-то, рам-парам. Вот, и все, и поднимают нас в палату. Я вся зареванная. Они мне говорят, что я как была вот в этой куртке, в штанах. Тимура сделали ему обезболивающее. Говорят, сейчас на наркоз. И, в общем, будут ему в пятку вставлять спицу. Это такая спица. В общем, ну, вот кто, может быть, в кино видел, тут что-то происходит, не знаю, громыхает так все. Я пользуюсь моментом, пока у нас палата пустая, пока здесь никто не ходит. То есть я могу спокойно разговаривать. Ну, и все. И, в общем, его увезли в операционную. До этого пришла анестезиолог, такая молоденькая девочка. Объяснила мне, какие наркозы бывают. В общем, бывают ингаляционные, бывают инъекционные. Вот, мы выбрали с ней инъекционный наркоз. Его увезли тут же к вечеру. Это, наверное, было часов 10 уже вечера в операционную. Воткнули ему в пятку такой штырь. И, в общем, за этот штырь пятку ногу будут растягивать. А после наркоза пьяный. Да вот видите. Я снимаю сейчас, я три дня как бы, но вот сейчас ему стало получше. Хоть боль с ноги, но стало уходить. Во-первых, у него болит вот этот штырь, который железный в пятку воткнут. То есть там вот так вот пятка, вот так пятка, внутри насквозь проходит штырь. И вот за этот штырь такая скоба и леска. И вот так через леску, через этот, там такое, рычажная система, вниз висят гири. А здесь вот стопа, чтобы она как бы была вот так вот прямо. Да не знаю, что-то громыхает. Здесь вот еще вот сюда вот тоже такая штырька. И вот, в общем, сюда вот еще одна гирька. Ну, то есть понятно, что вот за эту кость, она же у него продырявлена, это все тянет вниз, а это у него болит. Плюс еще болит перелом. И вот здесь делают уколы обезболивающие. И, в общем, мы вот двое суток, суток, можно сказать, сидим на уколах. Их можно делать каждые четыре часа. Ну, то есть здесь, в принципе, детям не позволяют плакать. Хотя есть такие, которые плачут, маленькие совсем. Если надо, делают укол. Ну, на уколах как бы тоже постоянно не рекомендуется сидеть. В общем, вот. И вчера, вчера, это уже на вторые сутки, приезжал такой переносной. У них здесь рентген есть. Сделали нам рентгеновский снимок. Ну, я еще ничего не знаю. Сегодня еще обхода не было в субботу, суббота. Вот, ночь мы сегодня спали. Ну, уколы мы сделали. В общем, можно сказать, что спали-то. Что же такое? Такое чувство, что с вертолета какие-то летают. Вот. И здесь, в палате, когда мы поступили, лежало два мальчишки. Я вам потом расскажу. В общем, вы знаете, то, что случилось с нами, я посмотрела по сравнению с тем, что было с этим ребенком, который вот здесь лежал, на этой койке. Ну, это вообще тихий ужас. У него был перелом бедренной кости. Причем гораздо хуже, чем у нас. Он запаян в гипс вообще по самую-самую. Срастается такой перелом очень плохо. Его вчера забрали домой. Ну, вот, я вам потом расскажу. Мы с бабушкой тут переговорили. Дело в том, что он поломал ногу на горке. У них волшебная горка есть, которая, кстати, про нее там рассказывают. Она рекламируется. Вот. И мы с этим снимком, я прям видео записала. Я говорю, да что ж такое? Все молчат. То есть, понимаете, там люди прям убивают с натуральным образом. Там такая строительная горка. Нагребли. Ну, там стройка идет. Нагребли землю. Потом, ну, вот сейчас снег. Насыпали снегу. Залили это все. И там все катаются. Приходят люди, дети там с этими, с ледянками, с санками. В общем, катаются кто как хочет. И когда говорят, едешь на этой ледянке, она же вообще летит. Ну, то есть, куда ей надо, туда она и летит. И вот этот мальчишка, Богдан его звать, представляете, он врезался в такие камни от стройки. Ну, как бы земля такая, глина. Он врезался в этот камень. Подлетел с этой ледянки и упал, опять же, на камень. То есть, на негладкая горка. Вот. И получается, что поломал вот это бедро. Там жуть какая с этим снимком у него была. Вот. И в него еще потом врезались. И вот такая ерунда происходит уже второй год на этой горке. Вот. Но про это я вам расскажу потом. Что я хочу сказать про больницу. Что больница здесь очень хорошая. Спасибо всем большое за сочувствие, за поддержку. Я читала ваши комментарии. Ставила только сердечки. Ну, потому что вот это вот отписываться. Все. Знаете, когда... У меня сейчас так немного я... Ну, как бы пришла в себя настроение. Немножко поднялось. Потому что я смотрю, что у него боли хоть проходят. Это уже хорошо. А когда постоянно ты в таком напряжении. Ну, ясное дело, что не до съемок. Я думаю, что сейчас все-таки... Ну, ему стало полегче. Вот. И я понимаю, что многие переживают. Но к тому же понятно, что я 20 дней не буду сидеть, молчать. Но если приходится за больницы вести вот эти все беседы, ну, значит, будем показывать вам больничную жизнь. Естественно, произошла, знаете, такая переоценка ценностей. Ну, во-первых, мне... Когда мне сказали, что я должна здесь с ним остаться, я к этому вообще не была готова. Я вообще не была готова, что нас положат в больницу. Вот. И я начала их, ну, как бы уговаривать, не уговаривать. Ну, да. Говорю, у меня столько дел осталось дома. У меня козы котятся. Представляете? У меня, говорю, ну, там дела, как бы мой муж один. То есть им это все равно выгодить должны быть с ребенком. То есть с этой мыслью смириться, что вот нужно все резко бросить. И у тебя, как бы, другая сейчас дорога в жизни. Надо все бросить, плюнуть и жить совсем по-другому. Ну, с этим тяжело. Ну, в общем, я не знаю, мне на это потребовалось несколько часов таких переживаний. Ну, и ночь к тому же. Потом я смирилась со всем этим и, в принципе, плюнула. Думаю, ну, мне все равно, что там будет у нас с хозяйством. Я не знаю, потому что у нас козлята, они такие дохленькие. За ними надо смотреть. Мужу нагрузку, как бы, дополнительно вот эту козу доить, эту мамю, понимаете. Не знаю, что будет, и мне все равно, что там будет с козой, с козлятами, если ничего не получится. Да и все равно, лишь бы у меня с Тимуром было все хорошо. Ну, вот как-то так. Когда такое случается, то есть, понимаете, приходится расставлять приоритеты на что-то. Ну, вот полностью вот так закрывать глаза, все равно, что там будет. Лишь бы здесь, как бы, было все нормально. Вот, и я поэтому не переживаю. Ну, с коровами, я думаю, что все будет точно нормально. Я уже не переживаю за коз. В общем, мне все равно. Да, можно сказать, что так. Я забила эту мысль глубоко-глубоко. У нас еще до этого окатилась пуховая коза. Мы ее отсадили в сарай с коровами на время, чтобы козлят не подавили. Потом говорю, еще одна коза окатилась. Прям-то все в один день было трех козлят, трех. Они с бутылочки сосали. И вот эта вот молочная наша коза, когда я уезжала в школу к Тимуру, было два козленка. Потом я домой звоню, что там уже три козленка, понимаете. Ну, вот, дочь у меня учится, сын уехал. Ну, то есть, дочь пока еще при муже, а сына уже нет. И он вот со следующей недели едет в конч. Ну, в общем, вот такие дела, друзья. Да, про больницу. Я все время съезжаю, как бы, в смысле. В общем, больница очень хорошая. Я читала комментарии, что вот сейчас там лечат, калечат, больницы плохие. Нет, эта больница очень хорошая. Персонал нормальный такой, очень вежливый. Я же говорю, вот, во всяком случае, уколы они делают вообще без всяких проблем. Ничего здесь не нужно. Мне уже вещи привезли потом в восемь часов утра. То есть, меня положили с ним вместе в десять вечера. Вот, я говорю, его на наркоз увезли, когда мы уже прямо в палату попали. Это было, наверное, часов в восемь вечера. Вот. Мне дали раскладушку. Вот там, видите, вот стоит раскладушка. Почешется. Вот у него пятка чешется, а никак не почешешь, потому что там бинтик. Вот, видите, он лежит, молчит, как бы, без уколов, с телефоном. Ну, более-менее нормально. Раскладушку дали. Вот. И первый день я спала. В общем, подушки не было. Я куртку вот эту белую под голову положила. Спала, да, рядом с ним. Вот этот от наркоза отходил. Что тут палата была забита людьми. Это сейчас пусто. Вот. А потом на следующий день после обеда их всех выписали. Мне привезли вещи. Все, какие нужно. Душ тут есть. Кормят очень хорошо. Я бы даже сказала, на убой кормят. Это, ну, чересчур. Я не помню, что было вчера на завтрак. А, вчера на завтрак было яйцо, масло, хлеб, какао. По-моему, каша какая-то была, я не брала. Я его просто не брала, было какао. Да. На обед было... А, чешется? Сейчас я ему почешу пятку, подождите. Нет. Нет? Нет. Ну, а что ты кричишь, что у тебя чешется? Вкусно. Вот, на обед вчера давали им суп, лапша с мясом. С курицей. Вкусно. Вкусный. Да, суп прям вкусный был. На второе рагу. Картошка, капуста. Там еще мясо, даже говядина было. Такие маленькие кусочки, но оно было. Хлеб. Компот. Все, кажется. Еще тут еще есть полдник. А на полдник давали яблоко, яблочный сок и запеканку. Прям нормальную запеканку. Родители здесь не кормят. Вот, здесь питаются только дети. Ну, как бы, знаете, тут такие порции, что и родителю хватит. Даже если нет своих продуктов и не выйдешь, в принципе, с голоду не помрешь. Еще был ужин. Ой, а на ужин была рыба и пюре. Друзья, ну вот, пришел доктор, нас похвалил. Вот, сказал, что в туалет мы без клизмы ходим. Это хорошо. Нога так и должна болеть. То есть в течение нескольких дней. Я же, естественно, перелопатила интернет за это время. Посмотрела, что и как, в общем, происходит. Как там, чего образуется. В общем, как-то так. Нога, вот он сказал, должна болеть. Потому что, наверное, сломана. Было бы странно, если бы не болела. Ой. В общем, вот такие дела. Мне полегчало, правда, полегчало. Ну, вот вы сами представьте, когда с вашим ребенком вдруг чего-то вот такое случается. Ну, вам до чего? Вообще, по-моему, не до чего, да? Сидишь и переживаешь, а что же будет? Ну, я вам еще раз говорю. Мне полегчало в том плане, что я посмотрела, что, понимаете, у детей могут быть проблемы гораздо хуже. У нас проблема, да. Но то, с чем здесь лежат. Ну, в общем, не приведи Господи. Здесь и с позвоночником лежат. И смотрю, маленькие дети совсем и с ручками, и с ножками. Господи, как они кричат, вот пока им укол не сделают. Это ужас. Но я не хочу, в общем, ничего нагнетать. Я не знаю, сколько я там наболтала. Сейчас пришел врач и сказал, что у нас более-менее все хорошо. Ну, я, естественно, рада. Друзья, это, знаете, как хорошо, когда вот с твоим ребенком ты, в принципе, понимаешь, что, ну, все будет, как бы, нормально. Для любого родителя это очень неожиданно. Очень. Особенно, когда это вот так вот, знаете, сваливается, как гром с ясного неба. Причем так, что тебе приходится вот полностью менять свой образ жизни. С этим надо смиряться. Ну, а что еще делать? Я не знаю, чем мы тут будем 21 день заниматься. Вот у меня Тимур, благо, что есть телефон. Он пока играет с этим червяком. Там червяков всех жрет. Это вот сейчас, я говорю, ему так более-менее нормально стало. Вот. Я думаю, что после обеда сейчас, когда врачи все рассосутся, я выйду из больницы. А здесь особо не выпускают девки, вот, которые курят, их, в принципе, там, ну, кое-как выпускают вахтерши, а вообще выходить нельзя. Ну, вот, не знаю, как-то мне надо договориться, чтобы выйти. Я забыла сказать, чтобы мне какие-нибудь носки, что ли, привязали, чтобы я вязала. Я пока тут за 21, я бы тут столько понавязала. Вот. Дочка мне всю косметику привезла, видите, на свой вкус и выбор. Тени, все дела. Вот. Диана строгая мне сказала, что, говорит, тебе делать. Вот, как, говорит, ребенку станет лучше. Сиди, говорит, ухаживай за собой. Ну, еще вот так. Будем вести. Я еще вам половину не рассказала, чего у меня, как бы, на душе. Но я вам потом расскажу, не буду сейчас сильно напрягать. Большое всем спасибо за поддержку. Правда, спасибо. Я когда, наверное, через сутки я только зашла в интернет, начала читать вот эти вот все комментарии. Спасибо большое, кто поддерживает меня и Тимура. Вы пишете очень приятные вещи. Нет, правда, большое спасибо. Вот ваша поддержка, она очень ценная. Поддержка домашних, само собой. А поддержка тех людей, которых ты как бы не знаешь, вот общаешься в интернете, все равно завязываются какие-то связи, симпатии и так далее. Дураков, конечно, полно. Без них никуда, как говорится. Я только убеждаюсь, что вот эта вот дурь у дураков, это просто что-то неизлечимое. Вот, а те, кто отнесся к нам с пониманием, правда, большое вам спасибо от всего сердца. Я вам так благодарна за поддержку, вот за какие-то теплые слова, за то, что вы приняли близко к сердцу вот это наше... Я не хочу говорить несчастье, неприятность, неприятность. У меня старший сын тоже ломал ногу. Вот, давно был чуть постарше, чем Тимур. И у нас обошлось вот без этих вытяжек. Я почему-то думала, что нам просто наложат гипс, и мы будем ходить на костылях дома. Потому что у меня Максим с этим делом сталкивался. Вот. Вот такие дела, друзья. Мне хорошо сейчас. Я вот еще раз говорю, нормально. Сейчас зашел доктор. Вот я так рада, что все будет нормально. Большое вам еще раз спасибо. Просто большая благодарность. Друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok